Работа в полиции в GTA 5 RP продолжается и нам наконец дали первую серьезную и ответственную работу. В полицейский участок снова приехали из ФБР и предложили нам отправиться работать под прикрытием, проникнуть в какую-то преступную группировку и добывать оттуда секретную информацию. Будем работать на два фронта. У нас в штате завелась банда. Вы отправляетесь работать оба под прикрытием. Документы на вас готовы. Теперь мы будем работать на два фронта и наверняка получится что-то интересное. Поэтому если вам понравится, то не забудьте поставить свой зверский лайк и начинайте свою игру на втором сервере Radmir RP. Ссылочка на скачивание ваунчера есть в описании. Не забудьте ввести мой промокод MrK маленькими буквами, а также мой личный реферальный код. За них вы получите почти 100 тысяч долларов после того, как отыграете определенное количество часов. Вы должны будете сразу узнать, что, чем промышляют, торгуют или какие связи имеют. Вам задание ясно? Так, точно, сэр. Так, точно. А сколько по времени нам нужно будет этим заниматься? Примерно времени не знаю. Как только как можно больше информации добудете, тогда вернетесь. А если нам придется заниматься полгода? Ну, значит, и будете там полгода. Так, а какая поддержка у нас? Мало ли что случается. Неплановые штатные ситуации, например. В нештатных ситуациях быть не должно. То есть мы сами за себе? Так и есть. Так, какой-то код будет, чтобы мы подошли к полицейскому, сообщили код и нас взяли под охрану. Или там ничего такого, секретового. Ничего такого не будет. Но я в фильме просто видел, это очень круто, но я понял, ладно. Фильмы дома смотреть будете, а это реальная жизнь. Ладно, хорошо, сэр, мы готовы отправляться работать под прикрытие. Я так понимаю, нам нужно сдача с формулы? Так, в общем-то, с собой ничего не берете. По преду должны будете получить вот такие награды. Ясно? А, кубки. Все, значит ясно. И кубки, и медали, все получите. Опа, Макс, а что ты в тюремной рубе здесь гуляешь по тюремному полиполицейскому участку? Все, свободно, выполняйте задание. Наша старая одежда, кстати. Есть, спасибо. Слушай, мы ведь в полицию вступили в этой одежде. И получается, сколько уже времени прошло, мы ее ни разу с тобой не видели. И вот возвращаемся обратно к криминальной жизни, получается? Наверное так, но теперь с благими намерениями к криминальной жизни. Это интереснее вдвойне. Так, а он, кстати, не сказал, в какую банду нам отправляться. Мы будем получить какую-то инструкцию или найдем первую попавшуюся? Он сказал, что там какая-то одна банда. Я думаю, мы не забудемся. Ладно, давай отправляться на поиски тогда. Извините, сэр, сэр, извините. Сэр, у нас, слушайте, можете я за кто-нибудь дверь открыть, пожалуйста? Блин, нас... Ру, что ли, мне дверь открыть не можете? Спасибо большое. Так, ну, где, по-твоему, обитаются вообще банды? Скажи мне, пожалуйста. Сэр, мы не сбегали из тюрьмы, пожалуйста, не арестовывайте нас. А я думаю, что банды обитают в гетто, это же очевидно, так что не забудемся. Давай, вот, велосипед стоит, как раз специально для меня. Нам нужен подходящий район. Какой район? Грустный. Грустный. Да, конечно, Грустный. Давай, поехали тогда. Только давай спокойненько сейчас подойдем, обследуем обстановку. Кто там ходит, сколько людей, на чем они передвигаются, чтобы влиться в их коллектив. Ну вот и он, самый популярный, самый известный район. Грустный, все про него знают. А он, кстати говоря, и тачки стоят в конце улицы. Ой, ничего себе, машины какие-то тут быстро. Прямо на районе поехали. Да, это, скорее всего, один из них. Я вижу машины. Давай узнаем тогда. Ты кого-нибудь видишь? Я вижу только машины, и как там чувак дрифтит. Я вижу только то, что их цвет любимый, скорее всего, фиолетовый. Я так понимаю. Значит, понадобится фиолетовая одежда. Кстати, блин, мы же в тюремной робе направляемся к ним на район. Что мы им скажем? Мы из тюрьмы сбежали, ребят. Нам нужно прикрытие. Да, им же нужны крутые ребята. Им нужны крутые ребята, а те, кто сбегают из тюрьмы, я думаю, очень даже крутые. Мы так и скажем, что сбежали оттуда. Вот и все. Отлично. Без документов, без ничего. Да, план появился просто из ниоткуда. Ладно, давай, наверное, ускоримся. Давай посмотрим, сколько их, во-первых. Посмотрим, сколько их и чем занимаются в данный момент. Они перекрыли улицу своими тачками. Видимо, они хотят, чтобы какие-то подозрительные посторонние ребята к ним приезжали. А я сейчас просто спрят... А, вижу, вижу, один ходит там. Я только одного вижу. Ты хочешь спрятаться? Мне кажется, подозрительно. Может, просто войдем к ним на район и такие, йоу-йоу? Не? Я хочу посмотреть обстановку. Да, можно, можно. Там всего лишь один кого-то встали в доме. Смотри, вот здесь один бежит, бегает туда-сюда. Здесь немного людей. Я вижу только одного, честно говоря. И он, кажется, нас заметил. А что-то хотели? Да мы хотели поинтересоваться. Вот мы к вам на райончик пришли, нам нужна помощь. А здесь никого нет. Смотрим, только вы бегаете. Где все люди-то? А сейчас занятыми не могу. Ага, если вы ждете лидера, то сейчас он подойдет. А вы можете нас спрятать, пожалуйста? Буквально немножко. Унимаете, мы только что из тюрьмы сбежали, нас ищет полиция. Да, конечно, сейчас. Подождите секундочку, Фиба, кто-то позвал? Вы не в полицию, если чайно, звоните там. Хорошо, так вы нас спрячьте где-нибудь сюда на районе. Мы стоим прямо на улице. Да-да-да, конечно, конечно. Будет проезжать патрульные машины. Иди сюда, за мной, или я хочу. Я не знаю, Макс, добрый они или нет, но этот чувак, по крайней мере, готов нам помочь. Как будто в отель мы заехали, что-то не понимаю. Ну, они все у кого-то уехали, видимо, какие-то девалишки промышляют. Парни, откуда вы сбежали там? Так вот, федеральная тюрьма здесь, одна в штате. А тут сбежали еще два месяца назад, два месяца бегали. Вот только добрались до сюда. А за что посадили вас? За что нас посадили? Сынышка, тут скажи. Че, не знаю, блин. Так как бы мы, мы-то не виновны ни в чем, понимаешь? Все, кто в тюрьме, никто ни в чем не виновен. Вот все. Ну да, ну да. Мы хотя бы причину бы придумали. Приехал главный. Думаешь, ты главный? Ну, конечно. Вот его заместитель. Все, они здесь. Что? Ворвались на райончик, да? Обстрел. Сразу обстрел. Нет, это явно не главный. Кого он главный по-любому? Вот это точно главный. Слышь, арестуру вот этих твоих. В смысле, арестуй. Здравствуйте. Подожди. Добрый. А кто здесь на районе? Простите, это вы главный или не понимаю немножко? Ну да, я здесь смотрящий за районом, за всем гето. Выглядите как шериф. Будем, что в шериф, да. Ты что, копа вызвал? Я не понял. Да, я так понимаю. Да, мы сбежали из тюрьмы, нам нужна помощь. Придите на одежду, нам нужна одежда и нам нужно укрытие. Так, ребята, да-да-да, вам надо срочно переодеться, сейчас легавые заедут в жопу. Ой. Че, смотри, не у кого нет. Тут кипиш какой-то начинается. У нас не укрепляетесь. Что происходит? Скрепляет, скрепляет. Блин, тут реально кипиш какой-то. Я уж смею. Три стрелки сразу же, охренеть. Ну вот в гетто что ты хотел? Вот приехали в гетто, ты говоришь, в тихий райончик. Герчок над домом, да, вон уже нас обстреливать начали. Полицейский вертолет. Где полицейский вертолет? Хребет, из какой тюрьмы? Блин, там полицейский вертолет. Надо в дом заходить. Я вижу, а с какой, с городской? Давай в дом тогда, или в гараж какой-нибудь. Понимаю. Я не знаю, я пытался позвонить, тут две никто не пускает. Ну-ка, Родион. Чё пришли ты на мою территорию? Ой, купить их в дом. Владимирский, Централ, Ветер Северный. Чё, парни, может вам нормальную одежду будет? Ну это понятное дело, нам нужно переодеться в хорошую одежду, чтобы мы вами соответствовали. Вообще, добрые ребята, я смотрю, мы бы думали, мы сейчас приедем, нас побьют или еще что-то сделают. Рисковали. Ну, у меня много одежды, могу вам все хоть и дать. Нам нужна соответствующая. Мы сами можем прикупить, у нас деньги есть. Вы только из термы 3 месяца убегаете от ментов, и у вас деньги есть? Ну так мы 2 месяца бегали, конечно мы нашли деньги по пути, по монеточке собирали каждый день. Шо, Макс, ну мы теперь выглядим как шпана, а ты чё как Барби-то оделась, а? В смысле, Барби, я серьезный человек. Ты видишь, я отрасплюсь к этой бананке. Кажется, мы староваты уже для такой одежды, ну ладно, чё не сделаешь ради работы под прикрытием. Видишь расплюснутый банан? Так будет с головой каждого, кто пойдет против нашей банки. Понятно? Лучше даже неплохо. Мы готовы вроде, переоделись. Ну чё, оделись? Цепи получили, давайте отрабатывайте. На район возвращайтесь. Ну что, господа, только что наши собратья уехали на разборки. Мы хотели им помочь, посмотреть, чем они занимаются, но, к сожалению, нас по свалению, нахер. Я не знаю, что нам делать, нам не доверяют, нам даже пушки не дали. Он сказал, просто гуляйте, гуляйте вот по этому кольцу здесь и всё, а там вам уже подойдут. Агрокер, чтобы бабыжи не приходили и не ссали по кустам здесь. Слушай, ну выглядит, знаешь, вот это есть, смотри, есть, получается, мы кто? Мы самые нижние в этой иерархии, я не знаю, кто мы. О, смотри, вот этот Габриэльчик, он нас как раз принимал. Давай попросим задание какое-нибудь у него. Радион, Радион. Ты чё там сказал? Я вообще не знаю, кто это такой. Извините. Йоу, сир, как вам обращаться вообще? Можно вас называть братан? Да какой он братан? А он царь. Царь? Нефига. Мы познакомиться, вы новенькие, да? Да, мы познакомимся. Да, подожди, они... Ммм, хорошо. Слабенькие, надо проверку пройдут, потом уже познакомишься. Какую проверку? Проверка? Пару велосипедов из соседнего скейт-парка. Привезите их вот сюда, вот к моему дому. Тогда уже поговорим с вами. Слушай, вы нас просите угнать пару велосипедов у какой-то шпаны, я не понял. Вы думаете, мы не справимся? Неужели мы в нашей организации другого баскетбольного клуба, который нам недавно насолили. И вообще наши велосипеды, они у нас их украли две недели назад. Макс, ну как ты себя представляешь? Мы вступили в банду. Я думал, что мы сейчас будем перестреливаться, кого-нибудь грабить, что-нибудь угонять. А нас попросили угнать велики у вражеской банды. Ну это вообще пипец какой-то. Но людей достаточно много, тем более, видишь, не просто так велосипеды мы крадем, потому что нас двое добавилось, и нам нужно два велосипеда украсть. Скорее всего, для нас, наверняка, я думаю. Но эти велики, как он сказал, у них угнали, поэтому, возможно, мы сейчас вернем их обратно. И, да, действительно, заберем их себе. Тем более, что сейчас передвигаться на двух ногах мне не очень хочется. Ну, галочка уже есть. Мы понимаем, что они угоняют, то есть, да, дают задание угнать транспортные средства. То есть, это уже уголовное необходимость. У них есть оружие, раз, они называются баскетбольным клубом, два, и они, да, занимаются угонами, это три. Вот, уже можно передать ПБРовцу, чем они тут промышляют. Но нужно доказательства собирать обязательно. Вон, видишь, катается на велике слева. Да, ну-ка, посмотрим, круто. Это ниже, да? Ну да, отсюда он говорил, здесь велопарк находится. На BMX. А, слушайте, BMX-ки до нашего цвета, действительно наши велики. А это, видимо, враж... Ничего себе, как он там вытворяет. А там их много. Там их еще и много. Их трое. А мы еще и без оружия. Блин, придется... Надо, знаешь, припугнуть их просто. Припугнуть. Мы же теперь гэнгстеры. И попросить велики у них. Вот и все. А зачем просить? Знаешь, что здесь можно сделать? Можно как культурные люди. Мы же все-таки полицейские были. Просто попросить прокатиться. Они скажут, здорово, пацаны, это наш район, что-то сделаем. Слушайте, ну раз вы катаетесь, дайте нам прокатиться. И все, и просто увидим. Это не наш район, правда, ну ладно. Скажем, что наш. В чем проблема? Ладно, давай. Давай так и скажем. Ух, ни хрена си, он там трюкачет, конечно. Эй, пацаны. Пацаны. А, ну-ка. Че здесь катаемся в наш район? Сидегали тут в ваш район, а не наша точка. Мы тут катаемся. Что вы пришли сюда? Слышь, ты не шуми так. Пускай мы сговориваешь. Я. Ты что, угорать решил или что? Ты кого увидел? Вы что здесь? Так волны, чтобы над нами угорать, э? Настроил нас где. А вы кто такие вообще? Пускай, наш район, наши велики. Давайте-ка улите, ходите, оставляйте велики на, окей? Э, пацаны, на самом деле мы нормальны. Как бы мы можем дать им возможность кататься без проблем. Слушайте, ну не катался, я давно такие. Дайте прокатиться просто. Да нет, мы за свои деньги купили велосипеды. Так я, мы вас никто не забирает, пацаны, о чем говорите? Мы просто прокатимся здесь, пару прыжков сделаем. Давайте, короче, если я сейчас делаю сальтуху, вы мне 100 баксов. Спор, да? Никто не против? Да нет, ну давай, попробуй, попробуй. А я тоже быстрее, давай. А, все, покатайте, катайся сначала, подожди, сделай видишь, подожди. Ладно, ладно, давай. А лучше я покажу, как они ускорятся на этом велики. Если вы не сделаете сальтуху, блин, 100 баксов. Без базара, смотри. И... Опа! Делай, делай, делай сальтуху. Нужно показать им, что мы здесь крутые ребята. А я не умею, нихрена. Да, конечно, тупо. Я тоже ничего не умею, блин, на велико, впервые я в жизни снял. Что-то не особо у меня получается сальтуху делать. Все, короче, я поехал, давай, удачи тебе там. Ой, ну, спасибо. Поехали быстрее. Ты не свалился, я надеюсь, потому что я уже сваливаю. Я свалил? Они за мной побежали, да? А как быстро, как педали, как педали крутить? Быстрее! Как педали крутить? Они прям втроем за тобой там бегут, я вижу, вижу это дело. Да как педали крутить быстрее? Я сейчас знаю, что еще сделаю. Я их, короче, собью еще. Быстрее! Да не догоняют! Как педали крутить? На капс, на капс. О, господи, все. Поверни, посмотри, я сейчас буду сбивать их, гляди назад. Давай, давай, сальто покажи вам. Господи, но они могут догнать. Блин, он догоняет. Пацаны встали, заколебали. На великах они пешком бегут. Давай развернись и тоже тогда задави их, я не знаю. Все, я разобрался. Все, я поехал. Обалдеть. Слушай, ну почти догнали, почти. Обгоняй, поехали на район. Я, короче, на район возвращаюсь. Давай, разворачивайся. Даже никому морду бить не пришлось. Я думал, сейчас драка будет, а еще подобного. Просто взяли и стырили велики у этих ваших. Ну, они просто решили подзаработать деньжат. Видишь, типа, 100 долларов. Это хорошая была приманочка на 100 долларов. Да, 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 действительно. Ну, ладно, велики угнали, вернули их на райончик. Но, я не знаю, это было не очень серьезное задание. Слышь, нам нужно было медленно ехать, чтобы они прямо сюда прибежали. Пошли их приманим сюда. Серьезно? Пойдем приманим. Ну, почему нет? Я думал, что такие дебилы прибегут сюда. Посмотрим, как работают наши ребята. Почему нет? Ну, давай, давай, хороший план. Смотри, стоят в конце улицы. Они втроем. Пацаны, велики хотите? Забирайте, забирайте. Все, прокатился, прокатился. Берите. Все, сдались, что ли? Дыхалочка сломалась. Велики-то будете забирать свои? Ну, забирайте. О, побежал, побежал за мной. Так быстро бегут, надо ускориться. Просто как зомби за тобой бегают. Так, я против, наши надо сразу помощи просить. Слышь, потому что они могут запинать нас. У нас оружия даже нет. Да с чего ты взял? Они сейчас просто прибегут на район. Левые чуваки, один из них вообще в желтом, подумают, что... Наши есть, наши есть. Так, я поехал быстрее, я поехал. Все, они добегут по-любому. Они добегут оттуда. Что ты думаешь? Может, они испугаются. Пацаны, пацаны, помогайте сзади. Видите, бегут три БК. Мы велики у них угнали для нас. Пацаны, помогите, пожалуйста. Вон сзади три БК. Они что-то хотят предъявить, нам надо с ними разобраться. О, давайте-давайте, пацаны. Ну, во. Поехали. 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 Пипец, пристрелили чувака в желтом. Что? Убили? Да, пристрелили его. Еще двое. Надо вот этого вырубить. Бегает здесь, туда-сюда. Получай. А так, а третий где? Третий где? Вот я в черном чувака бью. Надо его запинать. Все, пристрелили его тоже. А где еще один? Где еще один, третий? А ты сбежал, наверное, сбежал. А что, третий убежал, что ли? Видимо, да. Да, 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 да. Они в погоне за ними, что ли, решили? Ёп, твою. А что? Эти чуваки просто на великах катаются. Эти чуваки, смотри, за ними в погоне поехали. Да, да, да. А где третий? Он уехал, что ли? Так убежали. Вот за ними в погоню отправились. Ну ладно, это не важно. Че, парни, покатались на великах, да? Так, ну молодцы, привезли велосипеды. Вот. Я вижу, что вы готовы на нечто большее. Давайте на этих великах теперь привезите машину какую-нибудь сюда. Что? Угнать тачку? Да, 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 да. Не угнать, а конфисковать. Ну это они так типа нужны. Я вам скажу, царь, у нас огромный опыт в этом вопросе. Сейчас угоним вам самую крутую тачку, которую только найдем, обещаю. Ну давайте, поживее. Поживее, я еще удивился. Ты же понимаешь, что это то, к чему мы прирождены. Мы столько машин уже угоняли, что для нас проблемы не будет. На велики переехать еще решили. Я это понимаю, я это понимаю, прекрасно. Слушай, а он сказал любую, заметь. Вон, вон машина. А нет, это ладно. Это наше, возможно, это наше. Поехали вот так, да. Что ты взялась даже? Может она заведена? Ну хотя нет, джинго. Мы же просто так не возьмем тачку. Надо найти тачку с челиком. Блин, у нас еще проблема в том, что у нас нет оружия, и нам нужно будет как-то ее просто угонить. Ну как мы ее угоним? Да, это просто, эй, чувак, давай за 100 баксов поспорим, что я ее разгоню до сотки и забираю. Стопорника. Стопорника, брат. О, торможу его, торможу. Слышь, уезжай, уезжай. Э, стоп, стоп, братан. Ты как ты на велосипеде хочешь услышать машину? Давай догоним его, я думаю. Стопорни побыстроляну, брат. Тормозни побыстроляну. Давай поговорим, братан, стой. Э, давай побазарим. О, его просто. Не хренов тебе. Братюня, ну давай поговорим. Ау, ауч. Просто говники пристали в стритбелоте. Не, он не... Задавите. О, он стреляет, уезжай, 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 уезжай. Уезжай, уезжай, уезжай. А, меня чуть не убили. Чуть не убили. Блин, пристрелили, Макс. Меня пристрелили. Блин, ну что за херня? Все, я тебе бери. Не снимайся, не извиняйся. Спасай меня, спасай меня. Лучше еще меня пристрелит, блин. Фелик, спасай. Макс, меня вылечили. Что там, нашел машину нам? Я тебя ждал, я машину не нашел. Вроде все угомонилось здесь, успокоилось. Погнали. Я бы не сказал, что в гетто может угомониться. Сейчас опять перестрелка щека начнется, я могу только в паке показывать людям. Я здесь сразу говорил, не надо останавливать водителя в гетто, нахрен. У них пушки у каждого. Это так ты иначе его останавливать, приковышься, что ли, а? Чеблок, нормально, если бы нам дали пушки. Нам почему-то типа не доверяют или что? Пока что я понять просто не могу. Я надеюсь, что сейчас, как мы угоним тачку, нам красы выдадут оружие хоть какое-то, чтобы мы могли обороняться. А то сейчас максимум, что мы можем здесь в паке показывать людям. Ну да. Ну вот так и будем тормозить, получается. Давай какую-нибудь такую, знаешь, дешевую. Не надо там гели какой-то. Просто канджига едет, например, тормознули, а он тачки стоят. Слышь, ну-ка он, давай, заезжаем, заезжаем. Там пацанчик стоит. Да, да, какая-то парковочка. Чуть, не знаю, ну-ка. Тут никого нет, просто парковка. Так, ты же понимаешь, что, блин, чья-то. Чуть, конечно, машинки-то. Опа. Блин, закрыто, слушай, ничуть не могу открыть. О, открыто, открыто, машина. Звони, это не нашего чувака машина-то. Поехали, цветы как раз. Ты как не поеду, бля, ключи от тачки нет. Блин, это жалко, жалко. Есть люди, которые оставляют ключи от машины. И, в принципе, может вообще любой им воспользоваться. Ну, блин, закрыт тоже. Ладно, не повезло, здесь не повезло. Слушай, ну, поехали на скутере, нахрен. Давай на скутере поедем. Какому скутере? Мы гэнгстеры, мы должны передвигаться на велосипедах, на BMX, чтобы на стиле быть. Ага, и должны машину окружать, сейчас скажу, да, в коробочку зажимать. Хорошо. Это интересно выглядит. Будем искать, просто получать, что преступники ездят по району и ищут, кого грабануть. Мы просто стоящие преступники. Та парни побыстроляну. Мари, давайте на деньги его, слышишь? Чувак, что стопанунусь, серьезно. Да, да, нормально, нормально. Стоп, стоп, погоди, погоди, куда бежим? О, поля. А что у нас в кармашках там светится? Бля, ты как русский говник, действующий. Давай, стопанусь, мы расходимся по-нормальному. Ну? Че, договоримся? Да пошел, штоп-баксов мне в карман, давай. Пацан, давай по-нормальному, сотка, баксов. Я ему предложил обмен. Надеюсь, согласится. Опа. Штоп-баксов, давай сюда. Ты сам нашел вот от твоего, да, сапасанного. Он дал деньги. У меня один доллар предложил. Ты пару нулей упустил, братан. Это варпач. Да? Да. Че ты взял? Лицо варпача. Че, он дал тебе бабки? Не дал мне бабки, просто взял, убежал. Ладно, ладно, потренировались за то. Так, хорошо, ищем жертву нашу. Но он испугался, по крайней мере. Опа-ча. Смотри, кто у нас. Машинка, машинка припарковался у магазина. Тормозник, мантец. Нормально, нормально. Погоди, погоди, притормози, братан. Вот, че там мы тут делаем? Да ничего, я в магаз заехал. На наш район заехал. Да, там у нас что-то красивое. Мы смотрим, все нормально. Тачка понравилась, очень классная тачка. Ключики дашь прокатиться? Нет. Слушай, братан, давай по-хорошему просто. Ключики дашь по району сделаем. Смотри, нам есть на великах коттеджей. Не надо машинку прокатиться просто. У тебя глаза есть, скажи? Конечно, есть. Ну, а видишь, банан нарисованный. Мои футболки. Ну, тогда будет твоя голова, если ты не дашь ключики. По-хорошему, понимаешь? По-хорошему, просто прошу. Просто ржет над тобой. А чего ходить? Покататься надо чуть-чуть. Чуть-чуть. Да ладно, да, все, успокоились, успокоились ситуацию. Нам просто прокатиться по району надо до одного места туда-обратно. Вот на великах не можем доехать никак. Ну ладно, ладно. Вот и все, мы им горожаем, чтобы что-то... Ну давайте я вас лучше довезу. Слушай, довезу. А, слушай, дашь там на район, и потом на него натравим наших. Да, давайте, довезете, хорошо. Как улепец, спасибо, давайте. Вот это, бля, гениально просто. Пойди, велики нахер оставили. Сейчас, сейчас. Как это называется район? Грувстрит? Да, Грувстрит. Если можно, брат, на Грувстрит, пожалуйста. Прикинь, там никто не будет. Вот мы обломаемся. Машина сама приедет на Грувстрит, на район. Давай только нужно сразу попросить также помощи. Братья вот работают, молодцы, сразу же реагируют. Как нам его как-то в машине убить или вытащить его из тачки? Он же прям за рулем, он может быстро свалить оттуда. Это не велосипед тебе? Ну по нему стрелять просто. Он доброе дело делает. А мы просто взяли сейчас его из тачки. Не знаю, не знаю. Вот жестко. Громе, чтобы там наши братюни на районе были и смогли нам помочь. Ну, мауле, они с вами летают. Куда-то? Попа, есть и сесть. А тихонько сходи, брат. Тихонько заезжай, брат. Прямо внутрь заезжай. Прямо внутрь заезжай. Заезжай, не бойся, все нормально. Здесь все свои, все нормально. Опа. Спасибо. Да не за что. Спасибо большое. Брата, погоди секундочку. Сейчас, погоди секундочку. Давай, давай. Всех. Надо разобраться с этим парнем. В тачку привезли, надо вытащить. Вытаскивать его. Тачка наша. Выходим, выходим. Царь, царь, тачку привезли. Вот она. Да ладно, хорошую чё. Так, а с этим чуваком, чё хотите делать? Пожалуйста, не знаю его даже. Ну, это бывший владелец, бывший владелец уже. В смысле? Можешь до конца улицы пробежаться, и никто тебя не тронет, мужик. Ну, это несколько секунд есть. Какие несколько? Да вы чё, да ладно, хорош. Ну, реально? Я смотрю, тебе мало наваляли. В смысле? Ну, давай. Круг, гом. Давайте, вот всё, я поеду, всё. Вперёд. Нет, 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 машинка наша, всё. Посмотри, нормально? Тачка моя, спасибо, братан. Ну, когда я присяду, нормально. А чё, перекрашивать будем? Чё, будем перекрашивать, чё? Да, перекрасим, перекрасим во фиолетовый, будем на жигулях кофе летовых кататься. Кстати, да, нужно, нужно фиолетовый цвет нам будет обязательно. А так, салончик неплохой, в принципе, я смотрю. Обычный салончик тестоватый, а не ходишь. А чё ещё здесь он делает? Чё стоим, чё стоим? Всё, прогнали, подожди. Женомы, мы тебе реально как гэнгстер. Просто привезли машину на район. Даже оружие не потребовалось. Шикарно. А я не начинался для него хорошо. Так, ну что, всё. Царь, ну смотри, мы прям с умом действуем. Вы нам оружие не дали, а мы дачку привезли. Да вы красавцы, говорили. Нам бы оружие какое-нибудь. Оружие? Ну давайте я вам дам оружие. Во, наконец-то. Пойми, царь, без оружия очень тяжело, как бы, понимаешь, действовать. Ну всё, оружие у нас есть. Уважение хоть какое-то мы заслужили. И самое главное, смогли к ним внедриться. Я думаю, они даже не подозревают то, что мы из полиции. Теперь осталось только докладывать. Всё, что мы здесь видим и делаем, ФБР. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Теперь мы будем в криминальной структуре до поры до времени. И присоединяйтесь к нам, если хотите играть вместе. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании. Второй сервер, Радмир РП. Не забудьте подписаться на канал, поставить свой зверский лайк. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова